Добрый день! Начинаем небольшое путешествие по моему маленькому городку. Я тут ходил, гулял и совершенно случайно, мой взгляд, наткнулся на вот такой дом, о котором я хочу вам рассказать. Я всегда говорил, что красота дома не в том, какой он из себя. Но это тоже, конечно, имеет значение. Но самое главное, это те люди, которые жили в этом доме. Это дом Тенишевых. Ну, немножко об этом доме. В Екатеринскую эпоху этим домом владели семья Нарышкиных. Через некое время этот дом перешел Вере Ивановне Пашковой. Это была вдова гвардии Ротмистова Пашкова. Затем графу Кругликову. Через некое время этот дом перешел Егору Бранту, который выплатил доставшие ему при покупке недвижимости долги Петербургскому кредитному обществу. Одновременно он переделал дом. Это было в 1870-1872 году. Но самыми известными владельцами этого дома стали супруги Тенишевы Вячеслав Николаевич и жена Мария Клавдивна. А Вячеслав Николаевич известный меценат. У него было неплохое, достаточно приличное состояние. В частности, он входил также в состав торговли и мануфактур. Там был некий, видимо, комитет при Министерстве финансов. Он был известным человеком в кругах промышленности. У него был небольшой завод. Он жертвовал очень много денег на благотворительность. В частности, пожертвовал деньги на Тенишевское училище. Где-то он полтора миллиона рублей пожертвовал. В то время это огромнейшие деньги были. И ежегодно тратил по 50 тысяч рублей. Кстати, это училище заканчивал вандерштаб. Мария Клавдивна тоже пошла по стопам мужа. Она занималась меценатством. В этом доме был организован музыкальный салон. Где бывали Чайковский, Скрябин, Арсеньев. Некие другие известные композиторы и исполнители. Затем в этом доме была создана мастерская рисовальная. Называлась она студия. По просьбе Репина. Где молодые дарования учились для поступления в Академию художеств. Тенишева принимала участие в художественной жизни Петербурга. И была основательницей журнала Мир Искусств. После этого она, ко всему прочему, приобретала различные картины. Молодых, тогда не совсем известных, непризнанных художников. А средней был Рубель, Бенуа, Сомов, Рерих. Кстати, организовала выставку этих художников, чем привлекла большое внимание общественности. В этом доме Тенишевы жили с 1892 по 1903 год. Но после смерти супруга, а он умер в Париже в 1903 году, Тенишева переехала в дом номер 6, где и жила до Октябрьской революции. Этот дом продавался несколько раз. В результате он перешел Марии Константиновне Чаплиц, которая была жена штабородмистра Владимира и Устиновича Чаплица. Вот как раз вензель над входом, это вензель Марии Константиновны Чаплиц, МЧ. Дом практически не перестраивался, но перепродавался. Потом, как говорится, пришел гегемон Зевс, жил рабочий крестьянский элемент, различные жильцы. Конечно, он же был разграблен. Жили рабочие и крестьяне, которые занимались различными ремесленными штучками и дрючками. В 1926 году дом пришел в аренду польской биси. И с 1926 по 1939 год здесь находилось консульство Польши. Затем управление Наркомьюста. Сейчас какая-то коммерческая фирма занимает его. Вот примерно такая история этого дома.